Всем привет! LG, модель 27GP850 из линейки UltraGear, диагональ 27 дюймов, разрешение 2К и матрица Nano IPS, более миллиарда отображаемых оттенков, имеется поддержка режима HDR, время отклика всего в 1 миллисекунду, а частоту обновления можно разогнать до 180 Гц. Для экшенов лучшего и не придумать. Благодаря технологии адаптивной синхронизации, картинку этот монитор выдает без фризов и прочих ненужных артефактов. Имеется встроенная функция прицела. Так что, если ищете отличный монитор, то считайте, что вы его уже нашли. Он ждет вас по ссылке в описании. На разогреве у нашей подборки выступают сразу две не то чтобы новые игры, но, скажем так, представленные в новом свете. 29 числа на PlayStation 5 десантируется сборник Uncharted Legacy of Thieves. Кто не в курсе, под этим названием скрывается 4 Uncharted и аддон Lost Legacy. Выйдет этот сборник и на ПК, но чуть позже. Судя по инсайдам, в мае. Вторая игра тоже в представлении не нуждается. Речь идет про PUBG. Ну или PUBG, кому как нравится. С 12 января он станет бесплатным на всех платформах. Так что, если вы за 5 лет так и не решились сыграть на классическом боевом рояле, можете попробовать устроить халявный концерт. За 25 лет существования покемонов про них успело выйти, только вдумайтесь, 8 поколений видеоигр. Не штука, а поколений. Казалось бы, после такого придумать что-то новое в серии нереально. Однако, Pokemon Legends Arceus с этим в корне не согласна. Во-первых, это будет приквел, событие которого происходит в совершенно другой эпохе, когда даже покеболы были из дерева и работали от пара. Во-вторых, игра станет гораздо больше похожа на экшен-РПГ. Глядишь, еще через 25 лет и до шутера дело дойдет. В 99% случаев игры про Древний Рим — это стратегии про захват мира. Но Expeditions Rome к данному большинству не относится. Точнее, походовые тактические бои здесь есть, только управлять придется не легионами, а отдельными бойцами. Если еще точнее, молодым легатом и его спутниками. Да, вы все правильно поняли, у нас тут историческое РПГ. Дадут возможность покуролесить по Египту, Греции и варварской Европе в компании с хитрой дипломатией и нехитрым мордобоем. Попутно будем прокачивать героев, экипировать их по последнему слову римской моды и вести диалоги с десятками персонажей. А в конце сюжетной кампании обещают даже дать возможность определить судьбу Сената и всей Римской Республики. Иногда простого дикого запада с его ковбоями и револьверами разработчикам бывает мало. Чтобы было интереснее, студия Вульфай решила добавить в него суперспособности, оборотни и прочую чертовщину. Изучать получившийся результат нам светит от лица сразу пяти героев, среди которых есть Ингейтс, Культист и даже Мутант-цвиночеловек. У каждого своя сюжетная линия и свои особые умения. Другой фишкой игры должна стать высокая интерактивность окружения. Почти любой предмет тут можно поднять, использовать, обыскать или просто взорвать. А для выполнения квестов задуманы самые разные варианты прохождения. От стелса и кражи до магии и расстрела врагов в слоумо по-макс-пейновски. Когда-то писатель Том Клэнси придумывал конфликты будущего. Но ему и в голову не могло прийти, что однажды его элитное подразделение Радуга-6 столкнется с инопланетянами. Именно этому посвящен и новый Rainbow Six, который выходит 20 января. Идея игры проста. Сделать кооперативный шутер в духе Left 4 Dead, но с оперативниками Радуги-6 в главных ролях. Команде, состоящей из трех игроков, будут противостоять целых 13 видов инопланетных монстров. Причем для прохождения миссии не нужно вырезать всех врагов. Избегать лишних перестрелок позволит стелс. Такое вот внезапное возвращение к истокам Радуги-6. Ведь когда-то эта серия была известна именно своим упором на незаметность и тактику. Десять долгих месяцев добирался Monster Hunter Rise с Nintendo Switch до ПК. И вот очередная игра про шинкование зубастых и шипастых годзилл совсем скоро откроет свои двери для охотников бояр. Сама по себе геймплейная начинка перекочует в ПК-версию без изменений. Но это совершенно не страшно. Контент в игре и так выше крыши. Куча оружия и огромных монстров. Новый для всей серии энергетический кнут, позволяющий скакать по горам словно сайгак. Словом, скучать не придется. Самым слабым местом нового Monster Hunter была графика. И вот ее, Капком, вроде как смогла прокачать, добавив поддержку разрешения 4К и новые текстуры. Ну а главным событием января станет, конечно же, дебют Кратоса на ПК. Уже 14 января владельцы компьютеров впервые смогут лично познакомиться с легендарным убийцей богов. Правда, не тем кровожадным бунтарем из первых частей серии, а заматеревшим бородатым дядькой из игры 2018 года. Естественно, версия для компьютеров собирается козырнуть высоким разрешением и качественными текстурами. А владельцы видеокарт от NVIDIA еще и получат дополнительный буст производительности благодаря использованию хитрых нейросетевых алгоритмов. Ну и возможность сэкономить этой холодной зимой на обогревателе. Видеокарточки будут греть не хуже. А вот еще про игры. Прямо сейчас в World of Tanks полным ходом идет новогоднее наступление. Присоединяйтесь и получите премиумный танк Т-3 Convertible. Главным по празднику назначен Арнольд Шварценеггер. Выполняйте его задания и вас ждут новогодние награды. А сам Арни даже может стать командиром вашего танка. Продлится ивент до 10 января. Ну а по ссылке в описании выдают подарки как для начинающих танкистов, так и для опытных танководов. А теперь переходим к фильмам и сериалам. 22-й год стартует мощным дуплетом из двух блокбастеров. Сначала, 13 января, на экраны выйдет третья часть «Кингсмана». Мы переместимся на сто с небольшим лет назад и узнаем, как зародилось тайное, но очень пижонское разведагентство. А заодно, какую роль в этом сыграл Григорий Распутин. Затем, всего через неделю, в кинотеатрах начнется «Операция Фортуна. Искусство побеждать». Новый ироничный боевик в фирменном стиле Гая Ричи, в котором Джейсон Стэттем, как обычно, играет Джейсона Стэттема. А под самый конец месяца придет время подарка для ценителей вселенной Марвел. 27-го числа состоится премьера фильма «Морбиус». Главный герой, доктор Майкл Морбиус, съест в какой-то заброшенной пещере летучую мышь и превратится в настоящего сверхчеловека. Ценой перевоплощения станет лишь небольшой побочный эффект. Нет, запахи и вкусы не пропадут. Но появится желание убивать и пить кровь людей. Что до сериалов, то уже 2 января стартует первый сезон «Вокруг света» за 80 дней. Да, по той самой книге Жюля верно, хотя трейлер явно намекает, что по классике проехались катком толерантности. Забавно, что при этом чернокожему актеру выпала роль Паспарту, слуги главного героя Филлиаса Фогга. Вот и думай, что это было то ли тонкий стюб, то ли незамеченный прав... Коу. А вот по поводу выходящего 13-го числа «Миротворца» сомневаться не приходится. Издеваться тут будут совершенно точно. Над темой супергероев. Джон Сина в образе неуклюжего супергероя соберет банду и начнет мочить плохих парней. Ну, по возможности. По крайней мере, чаще, чем хороших. В конце месяца ждем встречи с еще двумя, на этот раз хорошо знакомыми сериалами. Четвертый сезон криминальной драмы «Озарк» заглянет на огонек 21 января. А еще через два дня выйдет вот уже шестой сезон «Миллиардов», повествующий про изменчивый мир хитрых биржевых махинаторов. На сегодня все. Не забудьте поднять пальцы вверх, подписаться и жахнуть в колокол. Я вернусь к вам со свежей подборкой релизов через месяц. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok